Девочка-пай Мы продолжаем серию интервью с художниками, и сегодня у нас в гостях живописец, член Союза художников России Геннадий Правдин. Геннадий, здравствуйте! Здравствуйте! Геннадий, в ваших картинах много русско-северной природы. Как вы открыли для себя северный пейзаж? С северным пейзажем я познакомился в Туркестане, где служил, по книжке «Белое море». Еще там были у меня товарищи, которые учились в Московском архитектурном институте. И как-то это все совпало. Они рассказали, когда я служил, а забрали меня в армию из высшего художественного училища, я сразу туда поехал, взял этюдник и просто уехал. И вот там, наверное, я родился как художник, потому что вот эти вот широта необъятная, очень сильный пейзаж, деревянная архитектура, живые еще постройки, избы, кресты поклонные там были, тесовые избы, амбарчики. И вот это вот все как-то так окунуло и захватило, что от севера уже я больше никуда не ушел. Почему вы выбрали для себя технику масляной живописи мастихином? Во-первых, масло наиболее точно выражает цвет. Он не теряется цветопередача при высыхании, если правильный грунт. Амастихин – это просто средство выражения, потому что если мы посмотрим картины Иванова, где камни написаны, они написаны фактужно, но кистью. Амастихин позволяет на пленэре чисто техническое свойство – писать быстрее, точнее и фактужнее. С кистью уходит очень много времени, но для пейзажа это неприемлемо, потому что чем меньше этюд, тем меньше вранья, так Левитан говорил. У вас есть наставники? Кому вы благодарны, что они встретились в начале вашего творческого пути? В начале творческого пути у меня встретилось две больших выставки. Пластова и Ромадина в манеже у нас были, и они меня так поразили цветом, что вот это заставило искать, пробовать и находить. А пейзаж уже у нас не учат. Была пейзажная мастерская когда-то в Императорской академии художеств, которую вели Шишкин и Куинджи. С тех пор этого нет. Поэтому у нас есть общее образование художественное, а каждый ищет сам. И может где-то только учиться у старых мастеров, у хороших мастеров. Вот обучение только такое. Расскажите, что вас увлекает, что вы хотели бы реализовать в своем творчестве, но пока не сделали этого. Ну, осуществить объять необъятное, побывать там, где еще не был, и напитаться той красотой, которую не видел. Геннадий, у вас есть любимая картина, представленная на этой выставке? Где она была создана и в какой период жизни? Конкретно, наверное, такой картины нет. Но я могу выделить Соловецкий цикл, когда я 12 лет подряд ездил на Соловецкий архипелаг, и там писал. И вот это вот время было временем как бы поиска, находок и радости открытия. И цвета, и фактуры, и пейзажа. И вот такой очень яркий период. Наверное, так. Что для вас удачная работа? Удачная работа – это когда зритель видит, что там трава шевелится, запах оттуда идет, и море шумит. А есть такие? Зрители говорили, что есть, что и камни шевелятся. Вы сказали, что вам интересны новые впечатления. Может быть, пора поискать их на юге? Я могу сказать такую вещь, что наиболее яркие краски на севере. И чем дальше на север, тем они ярче. Это обманчиво, что юг очень такой колоритный и сочный. Основа света совершенно другая. Из-за этого меняется цвет и пространство. Потому что на Средней Азии все плоско. Очень сильный свет, и солнце, я вот по часам засекал 6 минут, оно в зените. И больше оно никуда не девается. Оно там так и стоит, и печет. На русском севере солнце очень медленно садится. Оно вдоль горизонта катится. И поскольку угол очень маленький, то все горит долго и загорается. И вот эту сказку можно долго наблюдать, переживать и изображать. Геннадий, вы преподаете. Что, на ваш взгляд, не хватает современному студенту? К сожалению, не хватает души и любознательности. Потому что есть такой момент мелькания изображений и вседоступности изображений. Они настолько перенасыщены информацией, что у них набивается жажда познавать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok